слава украине привет всем от полонского наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в украине на какое там сегодня шестое да уже 6 февраля 2024 года давайте посмотрим где сколько ну сколько она приблизительно столько же сколько и раньше а вот где ну те же самые точки под авдеевкой они рвутся вперед имели частичные успехи не то чтобы там категорически надо с севера они жмут очень сильно их очень много они теряют бешеное количество лишнего состава но путину на своих солдат плевать собственно говоря и они прут и прут и прут засыпая поля своими телами и собственно и отражается на потерях общих не только авдеевка под клинками но под клинками там у них вообще никакого продвижения нет просто утилизирует время от времени во время своих наскоков собственный личный состав и где еще луганской область довольно серьезно в принципе весь фронт он сейчас так такой знаете они везде пытаются жать с перемен не с переменным успехом практически без успеха вот единственное в чем конечно у них переменный успех точнее постоянный успех это в утилизации собственных солдат 1020 за вчерашний день но опять все вокруг тысячи крутится 1020 это два таких разбухших батальона двухсотых за вчерашний день и общее количество как видим уже перешкалило за 390 тысяч купантов 390 тысяч 580 дальше по танкам много танков за вчерашний день они потеряли 17 штук 6365 всего с начала войны 35 бронемашин за один день и сначала российско-фашистского вторжения имеем 11 857 общим итогом и продолжается от минусовка российского и российской артиллерии артиллерия минусуется как нашими дронами если она заходит в их зону деятельности так и нашей артиллерии соответственно наша артиллерия более дальнобойная несмотря на то что снарядов у нас меньше зато артиллерия гораздо более точная это сказывается на их потерям потерях 18 артиллерийских орудий за вчера 9367 с начала войны и одно средство пво невыясненное пока какое 665 с начала российско-фашистского вторжения так по самолетам и вертолетам старые цифры пошли 332 324 с преимуществом у самолетов и вот еще да по грузовикам грузовики регулярно отрабатываются 41 штука за сутки и всего 12453 но грузовики в основном отрабатываются дронами иногда налетают на мины всякое бывает 12453 как я сказал так и 10 единиц спецтехники вот это здорово там есть и конечно машины такие тяжелые типа вот противоминных и инженерных машин но есть и рэбы рэбы это очень важно потому что восстанавливать их практически невозможно из-за отсутствия запчастей 1496 с начала войны таким образом мы видим что российское вторжение приближается к той точке вот кстати да еще один интересный вопрос по вертолетам забыл сказать что они начали в военной авиации проводить такую же каннибализацию какого которая у них была до сих пор проводилась точнее гражданской авиации то есть вот есть у них такой вертолет к 52 если я так не ошибаюсь перед войной их было штук 150 приблизительно более 60 штук после этого после начала войны они были либо же уничтожены либо понесли скажем так ущерб который не позволяет их дальнейшей эксплуатации что интересно что они сейчас для того чтобы хоть какая-то часть вот этих вертолетов к 52 летала начинают с других к 52 снимать элементы корпуса электронику и так далее и так далее разные запчасти получается то лишь это причем заметили не украинские а это заметили иностранные корреспонденты иностранные исследователи военного дела они заметили различные номера различные номера на одном и том же вертолеты различные номера серии они должны быть одинаковыми для одного этого для одной и той же машины то есть явно видно что эти вещи сняты с других вертолетов и тут стоит вопрос то ли они их не в состоянии больше производить что скорее всего то ли зачем зачем каннибализировать военную технику вот это непонятно если у тебя есть в избытке запчастей то есть получается что из оставшихся сколько у них там осталось вертолетов сейчас не совсем понятно пускай 80 пускай 90 но иностранцы предполагают что где-то 20-30 в настоящее время просто-напросто каннибализируются для того чтобы летали оставшиеся вот так вот получается то есть более половины фактически вертолетов к 52 в настоящий момент либо уничтожены либо уже окончательно не боеспособны вот такие собственно говоря у них успехи на сегодняшний день